А теперь о ситуации в центре Киева, где радикалы из батальона Айдара и националистических группировок второй день блокируют здание Печерского суда. Они перекрыли движение по Крещатику, угрожают новым Майданам и не дают правоохранительным органам исполнить судебное решение об аресте бывшего командира Айдара Валентина Лихолита. В акции активно участвуют депутаты Верховной Рады. На стороне радикалов фактически выступил и генеральный прокурор Украины. Хроника событий и последние новости из Киева в репортаже Алены Германовой. Потасовки, крики и песни под гитару. Беспредел посреди суда. И так уже больше суток. Самого обвиняемого Валентина Лихолита едва видно из-за плотного кольца оцепления. На защиту бывшего Айдаровца встали депутаты Рады и сослуживцы. Внутри и перед входом здания толпа дежурила всю ночь. Утром здесь уже не протолкнуться. Впрочем, кого и от чего защищают, толком знают не все. Мы ждем нашего побратына. Как его зовут? Я пока не помню. Вы не помните? Не помните, как зовут подозреваемого? Не помню. Бандитизм, разбой, похищение, вымогательство. По версии киевских следователей, бывший начальник штаба батальона Айдар Онджи. Батя организовал нападение на мэра Северодоненска и двух его заместителей. Пострадавших ограбили и насильно держали в подвале колбасного цеха в Луганской области. На отобранной в ходе нападения иномарки после разъезжал сам батя. Это было еще два года назад. И лишь накануне решили арестовать Лихолита до конца августа. В судей полетели бутылки с водой и нецензурная брань. В субботу в суде небывалая явка депутатов. Сразу несколько из них готовы взять Лихолита на поруки. Сам батя за спинами нардепов чувствует себя спокойно, улыбается. Уголовное дело, по его словам, заказал его же бывший сослуживец по Айдару, а ныне депутат Верховной Рады Сергей Мельничук. В чем суть дела? Да в том, что Мельничуку надо перекинуть на Айдаровцев то, что он сам совершал. Ему вменяли организацию незаконных вооруженных формирований, мародерство, похищение людей. Это то, чем он занимался. А сейчас все меняется. То есть он договорился, у него папка с уголовным делом была толстая, чтобы она немного уменьшилась. О преступлениях Айдара на Украине впервые заговорили еще осенью 2014-го. О них не раз говорил и тогдашний губернатор Луганской области Геннадий Маскаль. По его словам, с нашивками Айдара по области разъезжала целая банда, которая грабила, похищала и пытала людей. Военные Айдара ведут себя не как представители боевого подразделения, которое подчиняется Минобороны, а как вооруженные автоматическим оружием дебоширы, грабители или разбойники. Поведение подразделения дискредитирует в глазах местного населения как вооруженные силы Украины, так и украинские власти в целом. Еще раз прошу принять в отношении преступников решительные и жесткие меры. Организаторами разбойных нападений еще тогда называли руководителей Айдара, но основатель батальона, на которого сейчас все сваливает Лихолит, до сих пор на свободе. У Сергея Мельничука депутатская неприкосновенность. Сегодня он тоже был у здания суда, но внутрь не пустили его же бывшие подчиненные. Исполнить решение суда и конвоировать Лихолита в СИЗО сегодня так и не дали. Угрожали акциями протеста, если попробуют увезти насильно. Перекрывали крещатик, вышиванках, ложились под колеса машин из блух и крещали. Вечером несогласные с решением суда протестующие приехали к резиденции президента Порошенко. Вход сейчас охраняют бойцы Нацгвардии. Несмотря на выходной в срочном порядке в Киеве собирают апелляционный суд. В эти минуты решают вопрос об отмене ареста Лихолита. Уголовное дело в отношении Лихолита генпрокурор Украины Юрий Луценко обещает взять под личный контроль. По его словам, следствие необходимо провести заново. При этом Луценко обращается за помощью и к депутатам. Если они окончательно примут закон об амнистии для бойцов добровольческих батальонов, какими бы тяжкими не были их преступления, к ответственности таких, как батя, привлечь уже не смогут. Алена Германова, Андрей Кириллов, Первый канал, Киев.